всем привет друзья вы на канале сельчанка в америке хочу показать немножко что с тех продуктов которые сегодня мы взяли на бесплатки хочу их открыть и показать вам какие они внутри что себя представляют так начнем мы с баночки тунца который не в собственном соку не в масле а в воде такая у меня хорошенькая открывачка купила я ее на гаражке за 2 доллара и пользуюсь ею вот какая то она у нас смотрите с такой водичкой и мы делаем например отсадить воду и немножко майонеза я уже показывала немножко майонеза чеснока перемешать и на хлеб очень вкусно и полезно нужно добавлять там что хочешь все другое там так дальше покажем кукурузку сегодня мы да она сладкая кукуруза очень вкусная она с водичкой хотела уже идти отсаживать вот такая чистая когда я делаю салат оливье то я добавляю кукурузку а ты водичку любишь пить да у нас там и там и девочка наша курочка она очень любит эту кукурузку вот такая хорошенькая она сладкая ее можно вкушать просто так есть кормовые такие это сладкая так дальше у нас здесь не нужно открывать к я очень люблю вот такие баночки вот они с открывать к просто вот так это поднять затем вот так и вот так очень удобно и быстро вот такие у нас мини равиоли мини пелеменки они идут в такой томатной пасте такой или томатный соус можно сказать вот так вот такие пелеменки ну это тоже на любителя например я их не люблю там это их два там вот мясо это не два склеены то внутри мясо ну они вкусные но конечно на любителя и их подогреть и обед готов да да с голоду не умрешь так дальше что мы хотели еще показать лазанью тоже самое вот такой же самый соус только только как бы лапша макароны другую мисочку возьмем вот какая идет у нас тоже здесь есть кусочки мяса да вот так вот все по в микровейку кинга да вот и помидорка это здесь вот пишет что с подором вот такая лазанья да тоже быстро и вкусно. Дальше покажем зеленый горошек. Очень вкусный. Вот такой хорошенький. В салат тоже и когда делаю добавляю, но не всегда, потому что Марика у нас не любит. Или когда рис можно готовить, то тоже можно кукурузку добавлять, горошек. Очень вкусный. Дальше мы откроем грушу. Она даже почищена. Эта ложечка чистая я возьму. Вот этот сок тоже сладкий, вкусный. Не вода, а сиропчик такой. Вот как почищена. Такая грушка. Очень вкусно. Я люблю их. Вот эти я люблю. Такими красивыми кусочками, дольками. Их сок можно, например, какие-то там джело делать, заливной. Или как-то. Да, можно добавлять. Это у нас супчик. Куриный супчик с лапшой, с макарошками такими. Его подогревать и добавить сюда воды, чтобы он не был такой соленый. Или у тебя он не соленый? Чуть-чуть соленоватый. Да, то нужно добавлять немножко воды. Ну, по-любому. Будет сюда миска. Да, и подогреть вот так, например. Да, да. Вот так. Вот. И такой хороший супчик с мясом. И он тоже вкусный. Вкусный ты любишь его, да? Да. Так что, например, даже кто, ну, если кто-то сам живет, там какой-то мужчина или как, не умеет делать суп, ну, а здесь не надо. Поехал, взял или, если не хочет на бесплатку, купите эта баночка, там, доллар или сколько? 70 копеек. Или 70 копеек, да. Подогрел и все, и суп есть. Жидкого покушал. Так, дальше покажем мы ананас. Ананас тоже очень вкусный. Салаты делают. Есть рецепты салаты. Ананас тоже на любителя. Так, я возьму чистую ложку. Вот такой ананас я люблю. Кусочками. Ну, свежий, конечно, лучше. Ну, есть у нас свежий, и такой всякий есть. А это ты добавляешь, когда делаешь смузи, да, ананас? Очень вкусно. И еще что-то мы делали. Мясо, стейк, наверное, Давид делал, и надо было вот этот сок. Да, размягчее. Да, 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 да. Размягчее стейк. Волоконное мясо. Да, оно классно. Вкусный ананас. Так, дальше покажем мы еще персики. Персики тоже вкусные. Хорошенькие, чищеные такие. Как быстро. Красота. Да, и этот тоже сок очень вкусный. Вот такими дольками персики идут. Тоже эта баночка доллар стоит или больше? Что-то таки надо. Или меньше, даже не знаю. Там, Мироська, подай, показать сразу мандарины, там в баночках ехать. Тоже сюда сразу покажешь. Тоже есть торты, есть рецепты всякие, такие персики делать. И вот згущённое молоко. Сегодня тоже я взяла на бесплатки, одна баночка была. Так, вот открыла я згущёнку. Такая вкусная, это очень. Я покупаю згущёнку в LD, это не с LD, это с другого магазина. Вот такая она. Мне кажется, с LD магазина хуже, про? Да? Про? Да. И вот я себе купила такие баночки. У меня есть вот такой фирмы Таппорвай. Они очень классные. И я сюда выливаю згущёнку. И она у меня стоит в этой баночке. И если надо там в кофе, может быть, кто-то чай любит, то очень удобно. Нужно всё выскребать. Ай, кто-то спрашивал згущёнку. Вот такую згущёнку я покупаю и варю. Эту згущёнку, не молоко, а згущённое молоко это. Покупаю и варю в воде 3 часа, чтобы кипело. Вот закрываю так эту крышечку. И оно не сохнет, не ничего. Очень удобно переворачивать и наливать. Вот так. Классная баночка. Так. И ещё хочу показать. Грамбари. Это клюква. Тоже на бесплатке давали мне в тот раз. Это тебе нужно кушать. Как варендию. Он вот такой. Сейчас я открою, покажу. Смотрите, какое классное. Оно. Оно влазит. Да, вот так. Попробуй потросить. Оно должно выйти. Вот какой джем красивый. Смотрите, чик-чик-чик. Оно вкусное. На хлеб с молоком. Очень классное. Ой, как лёгонько. Как варенье оно. Это у кого повышенное давление, то его нужно кушать. У меня пониженное, то я его не кушаю. Если я это съем, у меня очень болит голова. Понижается. Да, оно вкусное, хорошее. Я пробовала. И ещё хочу показать ренч. Ренч это соус, да? Я забываю это слово. Соус. Чтобы мазать салаты. А он как бы, например, майонез, да? Он жирный майонез. А ренч, диетологи, если хочешь худеть и салаты кушать, то диетологи, доктора, они рекомендуют кушать ренч. Мазать салаты ренчем. Вот так. Сюда входит, там есть чеснок. Укроп, оно всё такое измельчённое, и оно идёт как бы на кефире сделано. Не майонез, он не жирный. Так что его можно кушать и мазать салаты. Он вкусный, с салатом мазать. Он вкусный с мясом. А мы когда едим, например, индюк, там турку готовим, да? То даже картошка фри вкусная. А ещё можно этот ренч перемешать с кетчупом. Тоже очень вкусно. Креветки кушать вкусно. Ну, хороший он. Это не только для салата, а для всего такого. Даже можно хлеб. Если бы когда-то в наши времена было такое, да? Чтоб хлеб макали бы и кушали бы. И вот такие шоколадочки сегодня взяла я. Вот такие они. Пахнет лимоном. Мягкие такие вот. А, и ещё я забыла показать сегодня тоже. Вот нам дали в нашем штате. Очень много садов с яблоками, с виноградами и черешнями. И очень много вот у нас этих таких всяких продуктов. В нашем городе есть такой завод, где их делают. Это пюре и яблочные всякие варенья, джемы. Очень всего много. То наш город богат на это. И вот такими упаковками дают, такие пюрешки. Это очень хорошо детям в школу, например, да? Маленькие. И они есть разных вкусов. Это только здесь яблоко. А есть яблоко-банан, яблоко-клубника, яблоко-персик. Всякие есть такие. Очень удобно. Я их ставлю в холодильник, на дверку. Всегда так красивенько складываю и исчезаю. Мы не кушаем. Все мы их любим. Так что вот такие наши продукты. Всем, друзья, спасибо за просмотр. И кого, может быть, что-то я такое не показала, что у меня есть продуктов, то пишите. Если есть, я буду с радостью все открывать вам и показывать. Всем спасибо. Всем пока-пока.